В воспитании подрастающего поколения и в обеспечении общественной безопасности роль кубанского казачества трудно переоценить. По зову сердца приходят казаки к своей деятельности и стараются еще выше нести знамя казачьей славы. Один из лучших в Краснодарском крае – Таманский казачий отдел. Об его вкладе в общее дело шла речь на Совете атаманов Таманского казачьего отдела. Возрождение кубанского казачества – это реальность, а не просто слова. Есть немало событий, в том числе для нашей страны по-настоящему исторических, в которых принимали участие казаки. Совершенные ими добрые дела у всех на слуху. И в казачьем ряду стоят славянские казаки, достойно продолжая традиции и наполняя свою службу новым содержанием. Несмотря на условия работы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, проводились мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, по подготовке молодых казаков к воинской службе. Об этом говорилось в докладе атамана Славянского районного казачьего общества. В районе имеются 4 казачьи школы, 79 казачьих классов, 69 групп казачьей направленности, в которых обучается 3000 казачат. Пополнение казачьих ряду с казачатами происходило в течение всего года. Приказом к Уславянскому районному казачьему общества 27 августа 2021 года в каждую школу назначен казак наставник. На сегодняшний день всего 50 казаков наставников у нас на территории района имеется. Ведется работа по присвоению казачьего статуса еще двум школам. Организованы и проведен целый ряд мероприятий военно-патриотической направленности. 24 апреля 2021 года 75 казаков приняли участие в районе в городе Краснодаре. В этот же день военно-исторический клуб «Пламя», в котором входят казаки Славянской и Полтавской районной казачьего общества, приняли участие в фестивале «Русский исход» в городе Керчь. В этом году для данного клуба в здании штаба Славянского района казачьего общества выделено помещение для их деятельности. 6 августа 2021 года в Саннице Петровской проведены военно-патриотические сборы, в которых приняло участие около 150 казаков. В районном обществе увеличивается количество казаков, немало славянской молодежи связывает свое будущее с казачеством. Казаки стараются не останавливаться на достигнутом. Результатом их работы была дана в целом положительная оценка. Атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый, приводя в пример лучших, призвал все общества отдела больше внимания уделять расширению своих рядов. Также он сказал о приоритетной для всего российского казачества задачи – формировании мобилизационного людского резерва для вооруженных сил Российской Федерации. Атаман российского казачьего войска проводил селекторное совещание. Он там сказал, что мобрезерв – это главнейшая задача, которая поставлена перед казачеством президентом Российской Федерации. По результатам этой работы будет она оценку работы атаманам войск, атаманам отделов, округов и районных казачьих войск. Атаман казачьего отдела дал хорошую оценку работы своего самого многочисленного в кубанском казачьем войске отдела, где есть порядок и дисциплина, и вся работа ведется планомерно и добросовестно. Казаки продолжат писать историю возрожденного казачества, показывая прекрасный пример патриотизма нашей молодежи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».